Еще пару месяцев назад Дмитрий Чикаржов и не знал, что будет представлять идею собственного приложения для Android в московском офисе Google. Ну а то, что за свою работу он получит второе место от лучших программистов России, был за гранью фантастики. Код, который повторяет за вами слова. Многочисленные редакторы фотографий и программы, позволяющие создавать собственные смайлы. Вот несколько примеров приложений, доступных для современных смартфонов и планшетных компьютеров. Однако студент Саратовского областного медицинского колледжа решил использовать современные технологии в более серьезных целях. Он разработал идею программы, позволяющую диагностировать заболевания центральной нервной системы. Приложение позволит выявить не только наличие стресса и детской гиперактивности, но и предрасположенность к таким генетическим заболеваниям, как болезнь Паркинсона. Суть приложения в том, что оно очень просто. Для его реализации нужен только планшет и стивус. То есть не надо никаких дополнительных поясов или браслетов, не надо никаких дополнительных приспособлений. То есть вы можете просто включить его, провести диагностику и получить результат. Соответственно, оно не может давать диагноз, потому что диагноз может стать только врач. Он может советовать вам только обратиться к вышестоящему терапевту. Идею своей разработки Дмитрий представил на всероссийском студенческом конкурсе «Russia Android Challenge», который проходил в московском офисе Google. В финале студент второго курса Саратовского областного базового медицинского колледжа встретился с разработчиками из лучших университетов страны. И занял второе место, будучи единственным представителем не только колледжей, но и всей Саратовской области. Аналогичные приложения появляться будут стопроцентные. И наша идея просто немножко предвосхитила приложения, которые будут, ну, возможно, даже на основе нашего приложения, потому что оно было озвучено в офисе Google. Пред представителями достаточно серьезных компаний, которые производят приложения. Ну и вполне возможно, именно наша идея имеет будущее. Проблема не только выдумать что-то, но еще преподнести, объяснить людям, заинтересовать людей. Ну и выиграть, в общем-то, на соревновании. Теперь в планах молодого разработчика не только реализовать свою идею на практике, но и продолжать развивать ее, чтобы помогать людям. Антон Порваткин, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.